здрасте короче здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас для вас новое видео сегодня мы расскажем вам про топ-5 самокатов для новичка объясним почему конкретно эти модели мы выбрали в нашу сегодняшнюю пятерку расскажем про их не лучшее качество про их особенности и для кого эти самокаты будут на самом деле подходить так что заварите чай готовьте печенье и мы начинаем и самый первый и самый легкий самокат на нашем списке это это доминатор рейнджер это одна из самых лучших моделей которые в принципе можно приобрести для новичка в чем его самые главные плюсы во-первых это очень легкий и очень маленький компактный самокат и весит всего 3 килограмма у него не самые большие габариты по рулю по доске у него очень маленькие колеса и так раз начали говорить про детали переходим к цифрам колеса колеса у нас тут сотового диаметра от district сами знаете доминатор это под бренд и дистрикта поэтому от него идет рулевая и колеса далее у нас идет руль высоту 56 на 47 и дека длина 48 ширина 10 сантиметров этот самокат отлично подойдет для райдеров которые в принципе нуждаются именно в трюках они насмотрели всяких эдитов от райана вильямса от планы джона рейса и все хотят также летать и делать куча 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 трюков и этот самокат идеально за счет своих небольших габаритов маленьких досок маленькой доски и маленьких колес идеально подойдет для разных трюков вдобавок как вы можете понять из-за легкого веса на нем очень очень легко прыгать поэтому банихоп учить на нем будет очень очень комфортно ну и такое в принципе вывод если вы живете на двадцатом или сороковом этаже а лифт как назло закрылся то не переживайте этот самокат не будет для вас огромной проблемой вы его снимите и подымите вообще без проблем можно скинуть 10 этажа потом поднять 20 тоже может ну что это самый легкий был теперь переходим более интересному его более универсальной модели а именно с лучшим соотношением ценой качество и комплектации наш один из самых любимых вариантов это мавина x-core you все мы помним какая была до этого модель это было мавина x-core отличнейшая модели с отличнейшими габаритами в том плане что руль невысокий доска кстати не изменилась того времени 110 колеса и на то время не самая большая цена поэтому самокат был очень популярен и как следует из названия new они немножко переделали этот самый самокат а они добавили тут немножко другого дизайна вилку там она была более простая теперь она имеет уже более приемлемый дизайн и на нее очень приятно смотреть но она также сделаны из стали и самое самое главное это интегрированные подшипники почему это круто просто потому что они будут прочнее они будут надежнее они будут лучше крутиться согласитесь это намного лучше чем не интегрированы и так по традиции переходим к цифрам руль высота руля 63 на 55 в ширину и доска ее длина 50 сантиметров на 11 сантиметров это самые классические габариты для райдеров примерно 145 150 и до 175 ростом это идеальнейший габариты в принципе для такого же самого универсального катания то есть вы еще не определились вы по трюкам или по балансам если вы по трюкам вы просто берете самокат складываете вы едете кататься если же вы хотите по балансам вы просто покупаете две ну или четыре пей и идете делать мэну и и скольжение по другим моментам колеса идут 110 это классический стандарт для большинства самокатов айхи компрессия что очень хорошо это не резьба это очень важно при долгожительстве вашего самоката и грипсы у них есть две модели грипс это одна из них и она достаточно удобная она такой же примерно жесткости как тел топа но при этом имеет структуру примерно как у страйкеров поэтому получаются достаточно универсальные и по своей сути хорошие грипсы многие грипсы на любителя но эти мне даже нравится с этим самокатом вы уже на 20 этаж просто так не поднимитесь уже как никак 38 килограмма поэтому придется ждать или появление лифта или записаться качалку минимум на год следующий самокат и так мы тут перевоплотились самый лучший самокат для самых маленьких райдер доминатор труппер все мы знаем то что классический рост новых райдеров это примерно 140 но бывают такие случаи когда родители спортсмены и и мне нравится то что их не а чада бегает на детских беговельщиках и самокате как и пора уже отдавать их на что-то более серьезное как например на трюковой самокат и доминатор труппер это возможно лучший вариант который только можно придумать для этой идеи самокат подходит под рост от 110 до 135 ростом то есть вы сами понимаете какие пацаны вам могут встретиться и будьте с ними поаккуратнее мало ли что они там могут себе выкрутить и переходим к цифрам руль 46 высоту на 51 ширину согласитесь не часто встретить такие размеры ну так как у нас самокат для маленьких встречаем такие цифры и доска 43 на 11 согласитесь такие маленькие габариты не везде встретишь и мало кто из профессионалов на таких катает хотя парк райдеры на апексах я думаю поймут что тут удивительного колеса 110 на самом деле это достаточно спорный вариант потому что самокат для маленьких райдеров должен быть полегче но если этот райдер пойдет кататься стриту и ему понадобится максимальная скорость и максимальный контроль то 1010 колеса конечно ему будет лучше но если в трюке то лучше поставить 100 колеса и ахи компрессия что очень круто потому что это позволяет самокату держаться дольше с учетом того что этот райдер еще будет маленький немного весить и мы получаем отличный самокат для начинающего райдера который будет его радовать ну достаточно долгий промежуток времени пока он не вырастет до нового уровня вес данной модели это 36 килограмм согласен очень много особенно для таких райдеров но эта доска сделана дистрика me а что делаю дистрика ты правильно они делают очень долгоживучие и невыбиваемые доски помню хотя бы dk2 то и в принципе будущее все доски они очень долго живут и и так как вес 36 придется родителям помогать тащить его в квартиру и мы переходим к следующей модели из нашего топа самой дешевой модели опа мавина edge дамы и господа мы давным-давно делали обзор на трюковые самокаты от мавина и там был как x-core new так и и edge в чем чем хорош edge первое то вы могли понять это его очень очень маленькая цена маленькая цена тут обусловлено многими параметрами по типу конкретно резьбой компрессии но самый главный плюс который есть в этом самокате это металлические колеса которые не позволят вам сломать эти самые колеса на седьмой день катания потому что пластиковые колеса все мы знаем ломается очень очень быстро и с последнего видео они изменили дно самоката раньше там было как в детских самокатах то бишь как я это называю брусок и две пластины самолет и фингеры делать было больно и вы было ловить очень тоже больно но этот момент исправили и тут практически плоское дно что позволяет очень удобно скользить и они изменили немножко руль они убрали отсюда ребра жесткости не уверен что это сказалось хорошо на прочности прочности точно такая же самая но согласитесь он выглядит намного приятнее что-то наподобие филта гибриды что ли габариты руль 56 50 и дека 48 11 классические параметры для райдеров ростом от 140 до 165 сантиметров металлические колеса плоское дно и позволит вам учиться всем базовым трюкам и скольжением ну и балансом в том числе компрессию конечно резьбовая но если регулярно подкручивать то этот самокат может прожить вас два года я уверен и такое тоже бывает и еще пару моментов колеса тут идет сотые что очень хорошо позволит вам выполнять больше базовых трюков и чаще прогрессировать им стабилить их и вес 34 с резьбой с остальной вилкой он меньше чем на трупере но опять же на трупере идет доска дистрикта но тут доска не менее прочная и у нас остается последний очень 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 интересный кандидат и теперь переходим от самого дешевого самому дорогому самокату из нашего списка опа да ребята это он это north switchblade один из самых популярных самокатов для новичка и один из самых дорогих самокатов для новичка прошлом видео мы когда разыгрывали этот самокат среди других райдеров практически у всех был этот самый north switchblade может быть не первым но вторым или третьим уж так точно и у многих он и был еще и первым и никто не хотел меняться на наш судьбе потому что у всех уже были кастомы но это никак не отменяет то что этот самокат идеально для новичка по пунктам почему он такой классный во-первых это универсал до вес у него не самый маленький целых 4 килограмма то есть немножко тяжелее x-core new но 120 колеса то есть это идеальный самокат для универсального стрит катания это надо уточнить потому что колеса 120 то есть не для очень легких трюков сама доска идет с квадратными дропаутами и причем пластиковыми проставками не металлическими это может привести к неприятным моментом когда этих дропаутов в принципе не будет когда вы будете очень много сколесить но для начала это отличный именно вариант для обучения потому что это облегчает переднюю часть ноуз блант и заднюю часть бэк-энд самый основной пункт почему north switch blade из почему самый дорогой это фуловая полная комплектация это с к с компрессия это стальной стальная тэшка да то есть можно сюда дороже там какие-нибудь бэт венге или алюминием и делать себе но стальные тэшки это универсальный вариант для абсолютно всех райдер это 120 колеса на 24 в ширину full core и причем то есть если вы очень аккуратно катаетесь очень мало мало по высоте очень хорошо приземляете трюки этих колес вам хватит надолго потому что норс и делает хорошие колеса именно за свои бабки вилка в прошлых как мы говорили экземплярах вилка была немножко другого дизайна тут ее подправили теперь сами стенки они на порядок толще из-за этого вилка будет жить у вас намного дольше и меньше сгибаться и гриппсы скажу так на любителя мне лично они не нравятся потому что я не сильно люблю глубокие вырезы но очень много людей балдеют от этих самых гриппс они мягкие они мягче чем например те же самые tilt topo или в какой-то степени этих rubber но при этом же самые гру очень грубые но из-за того что в принципе эти лепестки они очень глубокие из-за этого очень многим нравятся эти колеса так цифры руль высота 63 на 56 сантиметров это как вы знаете хороший вариант для райдеров ростом 150 155 170 и дека 51 на 12 до до 5 дюймов не докатывает всего 48 но это некогда просто вершина уличного катания но на этих аборитах спокойно можно учиться те же самые фифти дабл пэкс айспикс туз пикс то есть абсолютно все эти классические гранды можно спокойно на нем учиться причем сама доска тоже не очень большая и на ней спокойно можно учиться базовым трюкам теперь поговорим о недостатках этого самого самоката он заключается в цифрах а именно вам придется пройти квест мама у меня опять по математике что проходить очень очень проблематично как вы знаете поэтому это ваша самая главная цель в качестве первого ну хотя бы второго самоката заполучить north switchblade можете посмотреть предыдущее видео ссылка будет в описании там все ребята очень очень довольны тем что может предоставить вам это уличная универсальная пушка перед вами все модели из нашего топ-5 списка самых лучших моделей для начинающего райдера самый легкий самокат даметр рейнджер самый лучший по соотношению габариты цена-качество самокат мавина x-core самый дешевый самокат мавина edge самый маленький самокат для самых начинающих райдеров доминатор trooper и самый дорогой и самый крутой трюковый самокат для начинающего райдера north switchblade любое из этих самокатов подойдет абсолютно любому начинку то есть в зависимости от ваших предпочтений но если даже все эти модели вас ничем не устраивает вы всегда можете прийти в магазин самокат юэй и выбрать абсолютно любую модель которого вам только потребуется тут есть все то есть и бланты и тилты и найти вы до клуберы explorer и мавина вы сами знаете куда идти и я надеюсь вам понравился данный видеоролик так что пишите в комментариях на каком самокате вы начинали кататься или какой самокат вы планируете купить и начать заниматься этим одним из самых лучших спортивных дисциплин также ставьте лайки подписывайтесь канал чтобы не пропустить следующие видео я вам желаю удачи кайфуйте и получайте наслаждение от катания всем пока а